Доктор Трейси, расскажите, пожалуйста, как работают нити с насечками для омоложения лица. Это очень интересный метод. Зачастую некоторые возрастные изменения лица требуют хирургического вмешательства, так как развивается птоз мягких тканей и возникает переизбыток кожи на каком-либо участке лица. Нити занимают промежуточное положение между эстетической медициной и пластической хирургией. С помощью нитей можно добиться эффекта натяжения за счет подтягивания мягких тканей лица. Поэтому для людей, которые не могут себе позволить пластическую операцию или боятся сразу идти под нож, этот метод очень удобен. Для врачей нитевой лифтинг представляется более безопасной, простой и быстрой процедурой по сравнению с операцией. Сейчас существуют реабсорбируемые нити, которые со временем растворяются. Этот метод очень прост в применении. Я считаю, что чем проще метод, тем уникальнее становятся специалисты, им владеющие. Скажите, пожалуйста, насколько данный метод применяется для омоложения шеи? Если честно, я не очень люблю этот метод в контексте омоложения шеи. Я занимаюсь в большей степени лицом. Многие специалисты корректируют возрастные изменения в области шеи с помощью нитей. Я же считаю, что при применении нитей на шее у пациента спустя какое-то время может формироваться такой гребешок или зоб, как у курицы или индейки. Может, конечно, я просто неправильно что-то делал. Также мне не очень нравилось то, что раньше часто применялись нерастворимые нити, которые могли повредить анатомической структуре шеи. Например, у многих пациенток, которые могли бы дожить и до 100 лет, имплантация таких нитей повышала риск повреждения коронарной артерии. Сейчас все же предпочтение отдают растворимым нитям, и такое грозное осложнение вряд ли разовьется. Однако пусть лучше другие мои коллеги занимаются данной областью. Доктор Трейси, у многих пациентов после инъекции ботулотоксина возникает маскообразное неестественное выражение лица. Как этого избежать? Что вы имеете в виду под маскообразным выражением лица? Я имею в виду, что зачастую, например, при введении ботулотоксина возникает стойкий паралич мышц, и пациент лишается мимики, и вместо красивого и молодого лица получает некое подобие маски. Да, выраженный паралич мышц – очень тяжелое осложнение. Я не уверен, что это будет честно по отношению к пациентке, если я вам покажу, что с ней стало. Но я консультировал ее в Дублине два дня назад. Это идеальный пример того, о чем вы говорите. У нее возникла асимметрия лица, и, чтобы хоть как-то это скорректировать, мне пришлось вставить нити. Это позволило немного поднять бровь. Существует много врачей и даже медсестер, которые безграмотно выполняют эту процедуру. Мне и другим специалистам приходится иметь дело с этими ужасными последствиями. В принципе, ботулотоксин – достаточно безопасное вещество в умелых руках. Необходимо знать строение лица вкупе с полным пониманием воздействия ботулонейротоксина на анатомию, физиологию и подвижность лица. Один из ключевых моментов успешной терапии – стандартизация ДОС и схем лечения. Меня больше всего беспокоит, когда поступают пациенты с разными осложнениями от одних и тех же врачей. Представляете, ко мне поступило 4 пациентки с лицевым параличом от одного врача. Сейчас очень много специалистов-косметологов заканчивают однодневные курсы и идут лечить больных. Это неправильно. Такой, на первый взгляд, простой процедуре, как инъекция ботулотоксина, нужно учиться у знающего врача. В дерматологии очень много людей, которые хотят поскорее заработать денег, и много компаний, которые спонсируют различные курсы, чтобы быстро научить этих косметологов. И это мы говорим сейчас только о ботоксе, о какие проблемы возникают при использовании дермальных филеров. Многие компании даже не думают, как обучить врачей, способных произвести коррекцию осложнений, возникающих на фоне данных процедур. Компании, видимо, считают, что этих проблем и не существует. Если честно, я всерьез озабочен, куда катится вся индустрия. Я читаю много лекций о сосудистых осложнениях, осложнениях, связанных с дермальными филерами и ботоксом. Мне кажется, что многие пациенты приходят ко мне, чтобы я помог им вернуть прежний вид после неудачных процедур. Вы знаете, на всех этих конференциях мне кажется, что компании внушают людям, что можно за один день начать делать ботокс. Конечно, настоящая медицина не имеет ничего общего с таким подходом. Не зря нам надо шесть лет учиться в институте, потом еще шесть лет после дипломного образования. А многие из этих людей начинают что-то делать спустя два дня, как они вообще увидели пациентов. Это, конечно, оказывает влияние на все наше направление.